В минувшие выходные Некрасовский район снова принимал гостей, участников всероссийского туристического слёда предпринимателей. Люди они крепкие и закалённые, так что ни капризы погоды, ни экономические трудности текущего момента не смогли помешать участникам фестивалить по полной. В гуще событий на Волжской гриве побывала наша съёмочная группа. Большой палаточный лагерь участников, а их в этом году более 1700 человек со всей России, расположился на привычном месте на берегу Волги, в нескольких километрах от райцентра. Слёт проводился в 12-й раз и в 6-й на нашей Некрасовской земле. В очередной раз на том же самом месте встретились самые предприимчивые люди России. Кто откуда и зачем они возвратились, узнаем у самих предпринимателей. Мы приехали институтом уполномоченного по защите прав предпринимателей Московской области вместе с опорой России Московской области на туристический слёт, который проходит в таком великолепном месте. Мы приезжаем за победой, мы приезжаем за настроением, мы приезжаем за позитивом, мы приезжаем за знакомством, за новыми отношениями, за деловыми встречами. Вот, собственно говоря, зачем мы приезжаем. Мы представляем команду отделения пенсионного фонда по Ярославской области. Вот, мы сами из Любима, из управления Полюбинского района. А великолепная команда? Команда почти 80 человек, 79. Для чего вы приезжаете? Для победы или для того, чтобы просто попередить с людьми? Поучаствовать. Я для победы. Принимать будем участие во всех абсолютно. А в том году как выступили? Победим во всех абсолютно. В том году первое место возьмем. Попытаемся в этом году занять всё-таки больше предпринимателей. А вообще спасибо организаторам. Каждый год турслёт набирает обороты. Команд прибывает всё больше и больше. То есть статистика показывает, что в этом году уже ещё на порядок прибыла команда. И, блин, просто вот. Каждый год эмоции положительные. Живем год от года до турслёта. Турслёт до турслёта. Уже по традиции ждём сюрпризов, которые будут на турслёте. И уже заранее им рады. Поэтому мы любим турслёт. И приезжаем, поэтому даже не в пятницу, а в четверг заранее. Ну да, конечно. Потому что это такое событие, которым готовимся целый год. И начинаем практически с того, когда старый закончится. Уже всё. Всего на Волжскую гриву приехали 62 команды. Географию участников можно было изучать по флагам и баннерам, а также по номерам автомобилей. Впрочем, некоторые прибыли на слёт водным путём. Тех же, кто окопался на суше, поливало сверху. И сгустившихся к вечеру туч. Но мог ли такой пустяк помешать деловым людям со всей России отдохнуть от ежедневной напряжённой работы? Конечно, нет. Перед торжественным открытием команды танцевали с флагами под дождём. А потом объединились в большой паровозик и поехали кататься по полю. Диджейси Александру Супрук сегодня поднимет обязательно настроение. Ещё немного кое-что дается. Большинство участников представляло предприятие и организации Центральной России и, конечно же, Ярославской области. Даже под флагом нашего района в этом году на слёте выступали не только харизматичные мозаицы, но и гиперактивные молодые участники из команды «Лесная братва». Команда «Лесная братва». Три, четыре. Музейм четыре. Альман Баран Жилин. Остров Туферия. Остров Туферия. По многолетней традиции участников слёта поприветствовал уполномоченный по правам предпринимателей Ярославской области Альфир Бакиров. И нас никакая погода, ни солнца, ни зной не испугают. У нас было 36-38, у нас были дожди, но мы всегда проводили эти мероприятия. И с нами традиционно всегда был человек, который 16 лет был губернатором Ярославской области, ныне в сентябре этой федерации Анатолий Иванович Лисицын. И Анатолий Лисицын, и глава района Николай Золотников, и другие выступающие на сей раз были кратки. Дождь усиливался, и хотелось скорее перейти к корпоративным посиделкам под защитой палаток и тентов. Но уже через час участники слёта вновь собрались у главной сцены, на вечернюю дискотеку, которая длилась до глубокой ночи. Нас зовут Максим и Ирина. Мы хотим сказать, что сегодняшний вечер удался. Открытие было прекрасно, несмотря на плохую погоду. Дождь не испортил никому настроение. Два часа ночи, все танцуют и даже не думают спать. Всем всегда такого позитива и хорошего настроения. И уже на следующее утро над Волжской гривой засияло солнце. В насыщенной программе турслёта каждый мог найти себе развлечение по душе. Вообще, принять участие в этом ярком празднике жизни могут все желающие. Информация о турслёте доступна в сети интернет. Организационный взнос участников в нынешнем году составил порядка 1000 рублей. За три дня на Волжской гриве предприниматели успели и посоревноваться в силе и ловкости, и показать свои актёрские способности, и, конечно же, познакомиться и пообщаться с коллегами. Не забыли и о детях, которых в этом году было аж 200 человек. Не исключено, что эти дети, повзрослев, тоже вольются в семейный бизнес или организуют свой, и приедут на один из следующих турслётов, ставших доброй и востребованной традицией. Наталья Черноволова, Александр Епишин, Андрей Фомичев, Некрасовская ТВ.